На протяжении всего периода, нового витка конфликта в Нагорном Карабахе, армянские и российские СМИ, а также политические деятели, пытались обвинять Турцию, в участии в данной конфронтации, на стороне армии Азербайджана. Таких попыток было великое множество, но ни одного документального подтверждения, своим голословным заявлением, данные персонажи не предъявляли до сегодняшнего дня. Так, вчера, ресурс Инфотека-24 опубликовал доказательства присутствия турецких военных в рядах азербайджанских войск, отметив в сюжете Аль-Язера-Энглиш, посвященного обстрелу Ген-Дже, военнослужащего с шевроном, на котором отчетливо был различим турецкий и азербайджанский флаги. Что важно, ресурс тут же заявил, что в Ген-Дже размещены турецкие АФ-16 и дроны, атакующие Нагорный Карабах. В свою очередь, известный российский пропагандист, военный корреспондент комсомольской правды, а по совместительству офицер ГРУ Александр Коц и его подельник, с ресурсой орган ЗО, находящийся под патронатом МОРФ, Семен Пегов, через свои многотысячные телеграм-каналы, распространили эту заметку, придав ей большую популярность в сети. Так, что же выходит, инфотека-24, Семен Пегов и Александр Коц раскрыли Азербайджана турецкий сговор. А вот и нет. Во-первых, напомню, что город Ген-Дже находится на территории Азербайджана и не относится к населенному пункту на спорных территориях. А потому, если бы там и находились военнослужащие ВС Турции, то это ровным счетом не доказывало бы факта их участия в боях в Нагорном Карабахе. К слову сказать, в Азербайджане присутствуют военные, в частности, военные аташе, при посольствах многих стран. И просто интересно, если бы кто-то из них появился бы в кадре новостных сюжетов, это тоже бы стало для армянских и российских пропагандистов. Доказательством их участия в операции в Нагорном Карабахе. С такими выводами можно многих обвинить настолько голословно. Во-вторых, это не был турецкий военнослужащий. Не был потому, что человек был одет в форму с азербайджанским камуфляжем. Турецкие военнослужащие носят камуфляж совершенно иного принта. Что же до шеврона, то шеврон с совместных учений Турции и Азербайджана. Такие шевроны традиционно используются при разного рода совместных военных мероприятиях. Например, вот шеврон с изображением флагов Турции и Германии. То есть, иными словами, в кадр Аль-Язира-Инглеш попал военнослужащий азербайджанской армии, участвовавший в недавних учениях Азербайджана и Турции, у которого сохранился шеврон с тех учений. В этом нет ничего необычного и ахового, если, конечно, ты не паренек с образованием шесть классов среднеобразовательной школы, паши большую часть жизни овец в глухом ауле, а в пик военного конфликта словил звезду и стал админом телеграм-канала. Ведь если бы это было не так, то подобного рода глупейших фейков не рождалось бы. С другой стороны, таким прожженным пропагандистам, как Александр Коц и Семен Пегов, такие вещи должны быть известны. Если только на закате карьеры, особенно не так давно обнуленной, в эфире украинского телевидения, экс-начальником ГУРМа Украины, Виктором Гвоздем, раскрывшим реальную карьерную принадлежность Александра Коца, другого не остается, как браться за любой, даже самый абсурдный фейк, лишь бы заработать на стоматолога. Субтитры создавал DimaTorzok